Нога, конечно, не касалась пола. Вы представляете, какое мужество должен иметь арбитр, чтобы в Мэдисон-Сквер-Гадене вот в такой ключевой момент звезду нью-йоркцев наказать персональным замечанием в нападении. Нелегкий свисток, но абсолютно верный. Буква правил соблюдена. Патрик Юинг поставил заслон, и он был не в статичном положении. Сэм Кассел, кроме того, что он забил трехочковый мяч, сейчас имеет возможность вывести свою команду вперед уже на три очка. Сейчас-то преимущество очков 89-88. Очень уверенно пробил первый штрафной бросок. Очень уверенно. Такое впечатление, что он в себе не сомневался. Посмотрите, а Карл Рерро, Марио Элли и Кенни Смит, там обнявшись на скамейке, неужели им интуиция уже подсказывает, что команда выиграла эту игру? Брукс стоит, и Баллард там рядом с тренерами. Вот Брукс руки подымал. Сэм Кассел забил оба штрафных броска. Так, 91-88, три очка, и играть осталось 28,7. Какое-то время прошло, или никакого времени не прошло, значит, так и осталось 28,7 секунды. Нет, время все-таки пошло 22 секунды ровно до конца этой встречи. Ну что ж, трехочковая атака нужна Нью-Йорку, чтобы хотя бы рассчитывать на дополнительную пятиминутку. Нам показали Юринга, показывают Старкса. Операторы предвосхищают момент, кто будет завершать эту атаку. Да, Старкс сам себе может создать возможность для трехочкового броска, но я думаю, что у Харпера это должно получиться лучше, нужно помочь ему. Чарльз Оукли выбрасывает мяч из-за боковой линии. Харпер получил этот мяч практически в центральном круге. Против него Вернон Максвелл, Старкс, а против него играет Хори. Понятно. Старкс бросает-таки из-за трехочковой линии и мажет. Оукли выиграл этот мяч. Теперь Харпер и вновь на Старкса. Старкс атакует. Ну точно. Старкс атаковал через руки Акима Алу-Джиона. Это он пошел помогать Роберту Ори. И, по-моему, спалил. И, честно говоря, вот это решение в данный момент, это могла бы быть четырехочковая атака. Забей, Старкс, этот мяч. А так все правильно. Три очка преимущества. Старкс будет бросать два фала, даже если забьет оба. Да. После броска Акима Алу-Джиона на Джона Старкса упал и придержал его руками, чтобы не причинить травм, не нанести травм. Акима Алу-Джиона о чем-то разговаривает со своими товарищами по команде. Ну понятно, что Старкс сейчас должен забить первый, а второй-то надо мазать, чтобы подобрать этот мяч и забить два очка. Есть. Половина дела сделана. Но это легкая половина дела. Первый мяч с линией штрафного броска Старкс забил. И сейчас нужно промазать таким образом, чтобы мяч еще отскочил к своему игроку. Поэтому лучше бить этот штрафной с низкой траекторией. Из шести штрафных пять сегодня Старкс забил. Посмотрим, что он будет делать. Может быть, Нью-Йорксы за 3,9 секунды решат забить этот мяч? Нет, Старкс мажет. Мажет и падает Патрик Юин. И Старкс устремляется на борьбу. Кстати, когда подобрал мяч, я подобрал его от Истор, он попросил тайм-аут еще до пола. И тайм-аут Руди Таньяновичу дали. То есть команде Кьюстон-Роккер дали. И теперь 2,8 секунды до конца. И от центральной линии поля вводит мяч от Истор. Сэм Кассел получает этот мяч. И его выталкивает вместе с мячом за боковую линию. Фалит Джон Старкс. Кассел только что 2 штрафных забил. Поэтому выбор неудачный. Однозначно неудачный выбор, на ком фалить. А Касселу достаточно забить вновь только 1 мяч. 5 минут это уже точно объяснено. Но я думаю, что игра уже Хуберт Дэвис появляется на площадке. Еще один человек с дальним трехочковым броском в составе Нью-Йорк-Никса. Поменял он Энтони Мэйсона. А вот остались ли тайм-ауты у Петта Райли? Я как задумался, но я был настолько увлечен игрой, когда рассказывал вам о ней, что я потерял счет. Два тайм-аута полных было. Два двадцатисекундных взяли. Один, по-моему, у Петта Райли больше нет тайм-аута. Ну вот, Сэм Кассел забил этот мяч. Три очка преимущества Нью-Йорксов. Сегодня вот из четырех в три он забил. А этот, может быть, имеет смысл и промазать. Ведь как только кто-то из игроков в поле коснется мяча рукой, пойдет время. А время сейчас союзник Кьюстон Роккетс. 2,4 секунды. И второй мяч Сэм Кассел забил. Четыре очка преимущества. Мэйсон вперед на Патрика Юинга. И тот бросает, его бросок накрывает Акима Лоджиона. Пятый блок софта Лоджиона. И матч закончен. Кьюстон Роккетс победил в гостях со счетом 93-89. Кьюстон Роккетс! Пятый блок софта Лоджиона. Кьюстон Роккетс! Кьюстон Роккетс! Кьюстон Роккетс! Кьюстон Роккетс! Богатство не обещает